Главным событием минувших дней стало празднование 65-й годовщины Великой Победы. 10 мая в программе Тихоокеанского телевидения транслировалась полная версия праздничного парада. А сейчас мы снова на короткое время вернемся к тем мероприятиям, которые прошли 9 мая в Фокино на городской площади. Решение о том, что в Фокино Парад Победы будет проводиться в синхронном времени с московским, окончательно было принято только 29 апреля. И хотя времени на генеральные репетиции и окончательное согласование сценария было в обрез, да и погодные условия тоже неблагоприятствовали подготовке, все же все мероприятия, которые были намечены, прошли слаженно и без сбоев. В 17 часов по местному и в 10 по московскому времени командующий Приморской флотилией начал обход войск гарнизона «Залива Стрелок». А через несколько минут началась видеотрансляция обращения президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. И сразу по завершении обращения торжественное шествие военнослужащих. Субтитры создавал DimaTorzok После того, как военнослужащие прошли торжественным строем, они вернулись на исходные позиции и прошли приветствие ветеранов песни. Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие ветераны, дорогие труженики тыла, уважаемые жители и гости города. Сегодня вся наша страна отмечает действительно всенародный праздник. 65-ю годовщину победы в самой страшной, тяжелой, кровопролитной войне. День победы – это день радости. Но 4 года до дня победы – это были годы скорби и печали. Но день победы все-таки наступил. И сегодня мы с благодарностью вспоминаем тех, кто принес нам этот светлый день. Тех, кто принимал участие непосредственно в боевых действиях. И те, кто ковал победу в тылу. Благодаря их совместным усилиям мы сегодня празднуем этот светлый праздник. День победы по праву считается особенным днем в истории нашей страны. Это день духовного единения многих поколений. День, когда с глубоким уважением мы отдаем ту светлую память, мужеству и героизму, стойкости и отваги всего населения Советского Союза, груди уставшего на защиту страны. Дорогие ветераны, мы сегодня должны всем вам сказать огромное спасибо за тот светлый праздник, за тот мир, который вы нам подарили. Я желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба в течение долгих-долгих лет. Счастья вам, здоровья, с праздником, с днем победы. Командующий Приморской флотилии Виктор Соколов тоже сердечно поздравил горожан с праздником. Дорогие жители города Фотина, уважаемые гости города Фотина, дорогие товарищи сослуживцы, дорогие ветераны, от Военного Совета Приморской флотилии разнородных сил я всех горячо и сердечно поздравляю с великим святым праздником, днем победы советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Этот праздник, этот святой праздник навсегда останется в памяти поколений нашего народа. Низкий поклон ветеранам, защитившим свободу и независимость нашей Родины. Вечная память героям, павшим на полях Великой Отечественной войны. Сегодня военнослужащие Приморской флотилии разнородных сил, частей гарнизона «Залива Стрелок» с честью продолжают дело своих отцов и дедов, тех, кто грудью защищал свободу и независимость нашей Родины. Успешно выполняются задачи кораблями флотилии в море в районе Аденского залива. Успешно идет подготовка к важным учениям, которые предстоят у нас в этом году. Я заверяю всех ветеранов, жителей города, что свобода и независимость нашей Родины в надежных руках. С праздником всех вас, дорогие товарищи! В этот торжественный для страны день все главные слова были обращены прежде всего к нашим дорогим ветеранам. Уважаемые жители города, уважаемые наши гости, уважаемые ветераны, сегодня мы празднуем великий праздник, и в этот праздник мы должны посмотреть вокруг. И посмотрев вокруг, мы увидим, что среди нас все меньше и меньше тех, кто защищал наше Отечество. И когда мы вспоминаем, что ушел один, второй, третий, мы должны понимать, что их не уничтожила война. Их порой уничтожила, подорвала здоровье и равнодушие человеческое, и старые раны. И вот сегодня, в день всенародного ликования, когда вся страна радуется весне, радуется победе советского народа в Великой Отечественной войне, мы должны достать старые фотографии наших отцов и дедов, те, которые защищали Отечество. Обратиться к этим фотографиям, обратиться к живым ветеранам и попросить у них прощения, что порой мы были недостойны их страданий, их ран, которые они получили в годы войны, в годы восстановления нашей страны из руин. И сегодня, позвольте, от послевоенного поколения попросить прощения у ветеранов. Простите нас, но мы, все, кто остался для вас, кто остался жив, должны сделать все, чтобы вы сейчас чувствовали себя комфортно, чувствовали внимание и заботу, и как можно дольше были рядом с нами. С праздником, дорогие ветераны! С праздником, дорогие фокинцы! Все паузы были наполнены величием и торжеством. Возложение венков павшим на полях сражений в годы Второй мировой войны проходило тут же на площади у памятника воинам-тихоокеанцам, установленном буквально накануне праздника 8 мая. В театрализации «Поклонимся великим тем годам» принимали участие горожане всех поколений. Среди них военнослужащие, работники Центра культуры и искусства «Спутник», школьники и участники художественной самодеятельности. Показательные выступления для жителей и гостей городского округа подготовили учащиеся детско-юношеской спортивной школы. Все участники праздничных мероприятий на площади очень волновались, готовились, репетировали и в результате показали себя с наилучшей стороны. Никто ни на секунду не забывал о главных героях праздника. Ветераны были окружены вниманием и заботой со всех сторон. Им дарили живые цветы, слова благодарности и любви. Все хотели с ними сфотографироваться, чтобы этот день остался в памяти навсегда. Праздник продолжился до позднего вечера, работала полевая кухня. С 8 часов вечера начался и длился несколько часов праздничный концерт, который всего на несколько минут был прерван для того, чтобы все увидели фейерверк. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...